Все мы тревожимся, когда не понимаем, что будет происходить дальше. Это нормально, это страх неопределенности, он у нас просто должен быть обязательным, потому что это нас мобилизует. Проблема состоит в том, что когда у нас этот страх неопределенности, мы начинаем в непонятном еще непредсказуемом будущем автоматически рисовать какие-то угрозы, какие-то дополнительные опасности, какие-то дополнительные риски и так далее. Мы берем свои воспоминания, все неприятности, которые случились, и автоматически в этом ситуации неопределенности пытаемся проецировать на образ будущего. И это самая большая ошибка, которую только можно сделать. Потому что все неприятности, которые вы уже пережили, вы к ним готовы. То, что вы их наперед туда закинули, можете их аннулировать. Потому что вы уже знаете, как их проходить. Теперь перед вами реальная неопределенность. А реальная неопределенность позволяет вам свободу действия организовать. Принимая неопределенность, вы обретаете возможность свободы. Ну, сначала страшно звучит. Ну, че такое? Но с другой стороны, слушайте, если вы понимаете, что может быть и так, и иначе, и пятое, и десятое, а не обязательно, как вам мерещится, вы же можете что-то другое попробовать сделать. И это очень круто.